Если вас втянули на условия, которые для вас неприемлемы, НАТО с вами воюет по полной программе, используют свое превосходство в количестве определенных типов вооружения, и вы понимали, что тогда вы долбанете ядерное оружие, вы говорите, да, ребят, вы, конечно, с нами так воюете, а ядерное оружие, которое у нас есть, нет, мы использовать не будем. Помню доктрину нашу, если речь зайдет о существовании российского государства как такового, сейчас речь зашла о существовании, на данный момент нет, о судьбе военной операции, да, речь идет о нашей стране, нет, извините, наша территория оккупирована, мы ее объявили нашей территории, потому как она была не нашей территории. Минуточку. У нас что, где-то есть надпись такая, что это не совсем наша территория, потому что включена в эти условия? Но надписи у нас нет, у нас должно быть понимание происходящее. Да, понимаете, Александр Александрович? Хорошо, в Крым, если войдут, тоже не угроза, а мы ее включили в 2014 году. Опять же, это другая история уже с Крымом. Хорошо, в Белгород войдут, то тогда можно уже использовать стратегическое оружие? Ядерное оружие, когда оно появилось, оно создало условия развития международных отношений. Вот почему не возникло крупной войны? Прямой агрессии НАТО против нас нет. Что значит нет прямой агрессии НАТО? Войска НАТО там не воюют, там воюют инструктора есть, там безусловно люди без нашивок и все прочее. Что есть во всех локальных конфликтах, во всех локальных конфликтах холодной войны, с одной и с другой стороны воевали военные специалисты. Только они не воевали на территории тех стран, которые участвовали в прокси-войне. А здесь, извините, война идет на нашей территории. Все боевые действия, если вы посмотрите Конституцию, как определяют сейчас наши границы, идут на территории Российской Федерации. Если даже они идут на территорию Российской Федерации, которые, кстати, этой территорией стали недавно. И что это меняет? Российской Федерации. Еще один, извините, у меня прям сегодня кружок людей, презирающих Конституцию, которые считают, что это не наша территория. Ты нас хочешь подвезти под монастырь. Нет, вы себя сами по нему подводите. Вы против реальности говорите просто. А реальность в чем? На нашей территории войны нет. Мы говорим о том, что в процессе военных действий мы обрели контроль, по крайней мере, на двумя областями, о которых речи до этого времени не шло, во всяком случае. Если только в наших графопостроениях все мечтают. Это нашей Конституции написано, как чья территория? Нашей Конституцией они стали, начиная с сентября этого года. Они считают, что это спорная... Не плевать, с кем она спорная? Она спорная в процессе этого... С кем мы спорим на эту тему? А с кем? Мы с нашей Конституцией спорим? Нет, минутку. Мы спорим не с нашей Конституцией, мы спорим с противником на поле боя. Давайте тогда отменим Конституцию. Хорошо, сейчас они войдут на территорию Орловской, Курской губернии, мы скажем. Да слушайте, тоже непонятно, как включили. Это же вопрос... Это же вопрос времени. Это передержка. Мы просто передергиваем. Конституция есть или нет? А если мы живете в Зазеркалье... Я живу не в Зазеркалье, я живу... Зазеркаль...